Давай, гали, 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 гали! Если у вас был менее пожарным, все-таки я советую вам подкрутить кое-какие настройки в звуке, а именно громкость двигателя своего и громкость двигателя других танков. Соответственно, выкручиваем на минимум громкость своего и на максимум остальные звуки двигателя. Для чего это нужно? Да, собственно, для того, чтобы вы всегда четенько могли слышать, где противник может к вам подъехать. Ну, то есть, если мы берем, например, какую-нибудь вот такую открытую карту, то громкость двигателей здесь, наверное, все-таки на втором месте. Здесь больше придется смотреть глазами для того, чтобы заметить противника. Но даже на этой карте всегда есть там какие-то холмики, низинки и еще какие-то моменты. И, соответственно, если вы хорошо настроили звук, да, в принципе, можете посмотреть и остальные звуки всяких эффектов, стрельбы, чтобы они у вас тоже были не слишком громкие. Некоторые вообще все выкручивают на минимум. Главное, звук двигателя. Но это уже такое, на любителя. Даже если вы все-таки, если вы выкручиваете все правильно в плане звуков, даже на такой карте, это для вас дополнительная информация, где находится противник. То есть, на мини-карте, естественно, тоже нужно поглядывать, но на мини-карте мы узнаем о противнике только если кто-нибудь пострелял в противника или заметил его. Соответственно, глазами мы за какими-то холмами и тем более домами противника не видим. И остается правильно, остается исключительно только звук его двигателя. Сколько я раз пытался поиграть просто на колонках, ну, у меня такие маленькие колонки, чисто чтобы был звук. Так вот, сколько раз я попытался играть просто на колонках, ну, потому что не хочется одевать наушники, лишний раз там в них сидеть, потеть. А как бы включил колонки и на расслабончике там прокачиваешь какой-нибудь танк, спокойненько катаешься, ну, вот в таком духе. В очередной раз убеждаюсь, что это не вариант. Вот если ты хочешь нормально отыграть, то тебе придется это делать в наушниках, чтобы ты хорошо все слышал. Потому что в обратном случае ты превращаешься просто в мясо. Вот реально, сколько раз уже я пытался играть, ты просто тупо мясо. Ну, если ты, конечно, на какой-нибудь играешь, на ПТшке, которая стоит исключительно где-нибудь на холмике и издалека там кого-то выглядываешь и стреляешь, ну, да, наверное, тогда пофигу вообще на звук. Но если ты, не важно на каком, в принципе, классе техники, если ты куда-то, в типе техники скорее здесь, здесь вроде как классов по сути-то нету, здесь есть тип техники. Так вот, не важно на каком типе техники ты будешь заезжать в какой-нибудь там, не важно, город там или какие-то вот такие близкие, в общем, дистанции с противником, то без звука, ну, ты просто будешь беспомощен. Тебя всегда будут убивать быстрее и раньше. Вот просто абсолютно всегда. То есть я играю на колонках, это одна картина, я играю на наушниках, это другая картина. Хотя, опять же, это не исключает такого момента, что тебя заранее услышали, сразу же зацелились и ты такой выезжаешь из-за угла в надежде, ну, вот, наконец-таки я сейчас удивлю противника, вылечу к нему в спину и заберу его. Но хер там. Хотя, на самом деле, иногда это прокатывает. Но, скорее всего, это прокатывает на тех игроках, которые, опять же, играют без наушников, либо вот как раз эту фишечку не знают и не подкрутили себе правильные вот эти звуки, что себе звук двигателя на минимум, а противнику, ну, и другим танкам на максимум. Ну, а если вы тем более играете на какой-то карте городской, то вообще просто без шансов. Вы просто обязательно должны это делать в наушниках с правильно настроенным звуком, потому что, ну, в городских условиях ты каждый поворот все равно, во-первых, каждый поворот не будешь смотреть, тебе это будет уже проще, потому что ты будешь знать, что, ну, в какую-то сторону можно не смотреть, потому что если там есть противник, ты его услышишь. Ну, и, соответственно, ты всегда будешь заранее знать, что за вот этим-то углом тебя ждет противник, и тебе не нужно выскакивать бодро-весело, потому что, скорее всего, он тебя уже тоже услышал и зацелил. И тут, конечно, двоякая такая в городе получается ситуация, потому что ты вроде бы как слышишь противников, и это хорошо, но, скорее всего, и тебя слышат, и поэтому кого-то удивить, ну, как бы не особо получается. Есть какие-то моменты, в которых ты можешь все еще удивить противника, ну, например, в каких-то, например, я иногда такой фишечкой пользуюсь, закидываешь на пацана бомбардировочку, какой-нибудь артиллерийский удар, и пока вот это у него там световые и шумовые эффекты происходят вокруг него, ты можешь либо объехать, либо как-то так выскочить и удивить его. Ну, либо есть еще такой момент, когда противников, это довольно забавно, когда их прям толпа подъехала в какой-то город, они слышат не только свой двигатель, но и кучу союзных двигателей, и поэтому точно определить этот двигатель противника или этот двигатель союзника они, естественно, не могут. Поэтому в таких случаях бывает, иногда прокатывает, ты просто врываешься такой и давай их херачить, пока они не поняли, что происходит. Так что, если вы не настроили до сих пор себе таким образом звуки, обязательно это сделайте, ну, а если вы играете на колонках, то советую вам все-таки прикупить или одеть наушники. Ну, хотя ладно, я согласен, есть случаи, возможно, возможно, вы сидите и играете со звуком в колонках 7.1 на максимальной громкости и слышите гораздо лучше, чем в любых каких-нибудь наушниках. Ну, а на этом у меня все. Вот такой простой, но очень важный совет в War Thunder. Не забываем ставить лайкос и подписываться. Всем пока.